Приветствую вас! И я постараюсь ответить на вопрос, который вы задаете, точнее на группу вопросов. И в отличие от своих предыдущих коллег, я не могу с ними согласиться, не могу сказать, что вы сделали всё правильно, к сожалению, потому что, по сути дела, женщины, особенно сейчас, воспринимают мужчин таким образом, надо сказать, весьма-весьма, значит, таким особенным. Значит, вот принимают мужчин таким образом, что их желание взять в телефон, да, ну, встречается с некоторым сопротивлением. Почему? Потому что девушке кажется, что мужчина просто хочет ей воспользоваться. Девушке кажется, что если мужчина пытается взять у неё номер, то это говорит о том, что, ну, в общем-то, он не интересуется ею, а только пытается удовлетворить свои желания. И в этом контексте нельзя, к сожалению, девушку винить, потому что, ну, такие уж реалии современного мира, и с этим ничего не поделать, к сожалению. Значит, вам не стоило спешить с тем, чтобы брать телефон у этой дамы. Не стоило вам торопиться с этим, даже если вы знаете и чувствуете, что не сможете с ней больше встретиться. Почему? Потому что уверенный мужчина в себе будет вести себя с девушкой сдержанно, обходительно, но при этом он не отступит от своего пути, от своей цели. Когда же вы попросили у девушки телефон, сразу в первую встречу и после пятиминутного разговора, девушке, конечно, было не очень приятно, потому что она восприняла это, наверное, как что-то неприличное, а телефон всё-таки довольно личная информация, довольно личная информация, которая, ну, абы кому не предоставляется. А вы для девушки не были тем человеком, который воспринимался бы ею как кто-то близкий, кто-то знакомый и так далее. Поэтому ответ на ваш первый вопрос будет, наверное, отрицательным. Что касается второго вопроса, то да, шанс наладить отношения есть, если вы вновь перейдёте к ней в университете и поговорите с ней. Лучше всего, если вы тему блокировки и игнорирования не будете затрагивать девушке вообще, потому что она от вас этого ожидает, она как раз ждёт, что вы будете обсуждать эту тему, она как раз ждёт, что вы будете говорить ей об этом, предъявлять какие-то там претензии и так далее. И вот этого как раз таки делать не стоит. Девушка по своей сути любит, когда её удивляют. Так вот вы этим своим поведением, когда, например, добавили её, там, скажем, в соцсети, да, когда попытались с ней, там, познакомиться с ней, пообщаться, вы её не удивили, нет. Вы, напротив, скорее, лишь только оправдали её определённые подозрения. И сейчас, если вы не заговорите на ту тему, которая она ожидает для вас в войнах, то это будет для неё удивление, она обратит на вас внимание, если у неё есть эмпатия к вам. Так что, да, шанс наладить отношения и совет, ну, совет, я надеюсь, что я вам дал. Не говорить о том, что случилось. Потому что, эээ, ну, выяснение отношений ни к чему хорошему на данном этапе не приведёт. Это, значит, что касается второго вопроса. Что касается третьего вопроса, любые другие рекомендации, то, знаете, Эти рекомендации, они будут касаться того, что вы написали, вот, собственно, в конце своего письма. То есть, где вы написали, что вам обидно то, что она даже не узнав, какой я ист, она себя так повела. У этого момента есть несколько аспектов, которые мне хотелось бы, ну, вам раскрыть, постараться вам раскрыть. Первый аспект заключается в том, что девушка, естественно, не узнала, кто вы есть, кто вы такой. Потому что у нее не было возможности узнать вас. Вы, если эту возможность не дали, сразу перейдя к телефону, показав, что вы хотите с ней познакомиться. Если вы хотите, не только девушкам, а вообще, кому бы то ни было, показать, какую вы есть, дайте время себе на это и другому человеку. Если вы начинаете общаться с кем-то, не старайтесь сразу переходить вот к такому общению. Да, я понимаю, что, еще раз повторю, летом у вас не будет возможности увидеть, она живет в другом городе. Ну, и что? И что? Это не повод торопиться, это не повод форсировать отношения, это не повод ходить в личные границы человека, однако, когда он еще к этому не готов. Когда он еще не готов впустить вас в эти самые личные границы. Итак, первое, что вам нужно сделать, это перестать спешить. Никакие обстоятельства не могут быть важнее духовного, личного комфорта человека при общении его с другими. Особенно, если это девушка. Ведь девушка, чем она, ну, скажем так, известнее, чем она привлекательнее, тем меньше она ценит мужчин. Чем больше и тяжелее ей, скажем так, угодить, значит, чем слабее мужчине до нее достататься. Чем тяжелее обратить внимание на нее, то есть на вас. Чем тяжелее заставить девушку обратить внимание на вас. Значит, это первый момент. Не нужно спешить. Второй момент. Вам обидно. А возникает вопрос. А в чем именно, собственно говоря, вам обидно? Что вам обидно? Если вы с этой девушкой не знакомы практически. Она вам нравится. Да, она вам нравится. Это безусловно так. Но. Вы же, наверное, понимаете, что тот факт, что она вам нравится, не означает, что она вам чего-то обещала. Не означает, что, ну, вы должны на что-то рассчитывать. Значит, вас, скорее всего, лично задело то, как она на вас отреагировала. Вас, скорее всего, лично задело ее реакция. И тогда, тогда нужно задать себе такой вопрос. Почему? Почему вас это так задело? То есть, в ее поведении что-то затронуло ваши душевные струны? Вот и давайте попробуем для себя понять, что именно задело вас в ее отношении к вам. И почему? Этот момент тоже нужно проработать. Потому что на данный момент я могу с уверенностью сказать, что у вас есть определенная доля неуверенности в себе. Вот это вот ваше, набрался все-таки смелости и подошел к дату. То есть, вы боялись, но подошли. Чего вы боялись? Почему вы не уверены в себе? Может быть, у вас какие-то комплексы. И с этими комплексами нужно работать, их нужно снимать, их нужно убирать, чтобы вы были более раскованы, чтобы вы были более свободны в своем взаимодействии с девушками и с людьми вообще. Вот примерно такие рекомендации можно вам дать. Примерно так можно ответить на ваш вопрос. В заключении, мне бы хотелось сказать, чтобы вы относились к девушкам не как к определенному средству удовлетворения ваших желаний, а как к цели в себе, как к самоцели. Я понимаю, что вы, наверное, имеете такой и считаете девушку. Но поверьте, со стороны выглядели так, что вы хотели использовать девушку для своих каких-то желаний и целей. И ей это не понравилось. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok